всем привет меня зовут адель и это мой второй вязальный влог в этом влоге я буду экспериментировать я буду вязать из остатков пряжи но сейчас в процессе у меня находится бандана косынка из бабушкиных квадратов то есть у меня есть остатки пряжи вообще это была резинка то ли от шортов то ли от юбки я даже не помню что я вязала и из этого я вижу сейчас свою бандану коскими квадратами эту бандану вот такие вот квадратики мне безумно нравится это сочетание цветов вот у меня уже готово 5 квадратиков всего мне нужно 6 и 3 треугольничка мне нужно 4 поэтому сейчас я буду вязать недостающиеся части для моей банданы также у меня есть еще очень много остатков пряжи я хочу связать попробовать сумку из бабушкиных квадратов вот такую вот примерно я хочу но я не знаю хватит ли мне до конца пряжи нужно три достаточно больших бабушкиных квадрата а у меня небольшой клубок попозже я вам покажу как довяжу бандану потому что я хочу сначала ее закончить а дальше уже приступать к следующему проекту так скажем я только что пришла и смска от клиентки которая хочет купить у меня сумочку так как я еще начинаю заказов мне было немного и когда тебе пишут по поводу заказа что хотят что-то у тебя заказать это безумно приятно ну что я начинаю довязывать бабушкины квадраты для моей банданы вязала последний квадрат и остался треугольник все я полностью довязала последний треугольник и последний квадратик тут у вас листик пусть будет да для красоты такой осталось только убрать вот эти вот ниточки и я могу уже сшивать свои квадраты и делать из этого панамку еще почему я вяжу в две нити мои лепесточки так мне кажется что точки выглядят объемнее волосы вот они остатки пряжи валялись где-то нашла и все мне кажется что так они выглядят объемнее будто бы здесь есть какой-то свой вайб и сразу выглядит по-другому ладно убираю ниточки и начинаю сшивать разложила свои квадратики так как я сейчас их буду сшивать то есть посмотрите у нас получается вот такой вот уголочек то есть сама косынка бандана вот такая вот и буду связывать черным цветом просто чтобы вы понимали я уже связываю 40 минут и у меня готова только вот это я шоке просто еще осталось вот эти вот части какие-то пятна повылазили в общем за 40 минут я связала только вот очень долго потому что связываю я новым узором таким узором я еще не связывала свои квадраты я пользовалась только одним а сейчас решила попробовать другим узором который еще между квадратов придает немного места и получается от этого косынка еще больше не знаю сколько я еще буду сидеть сила соседям которые решили посверлить в тот день когда я решила поснимать свой влог ну что прошел ровно и час и я только сейчас закончила свое связывание свое сшивание погладить отпарить сейчас я снова буду мучиться вот с этими ниточками их почему-то слишком много я закончила с не закончила так показываю что имеем на данный момент вот такой вот бандану сейчас мне осталось ее только обвязать и сделать завязочки по бокам чтобы красивенько одевать на голову а еще нужно будет обязательно погладить потому что я немножко ее стянула и посмотрите что с ней происходит вообще нужно такую косынку вязать из хлопковой пряжи то есть джинс очень хорошо подойдет начинаю обвязывать и потом покажу что у меня получилось вот такая вот панамка получается осталось только погладить отпарить и все будет надеюсь супер как минимум спереди она вау осталось привести в порядок сзади я погладила она вот так вот у меня выпрямилась и давайте примерим какой восторг просто отделяем волосы передней пэйли и завязываем завязываем с волосами походу просто восторг готова посмотрите я в деревню поехала короче и снова по традиции день 2 сегодня у залетел видос у меня уже 45 комментариев для меня это ужасно радостная новость и просто сияю от счастья потому что настолько лояльной аудитории у меня пока что не было то есть мне не писали комментарии почти и сегодня я просто проснулась и не могу до сих пор успокоиться от того как я этому очень сильно рада виновница всего этого торжества вот это вот киса кошка по имени лиза такая колбаса он лапки сложила вот это вот киса мне столько просмотра принесла зайка да ты зайка такая красивая ну и собственно почему вчера я не досняла влог во первых я поняла свою такую перфекционистскую наверное точку то что я не люблю когда плохое освещение я просто этого не переношу и когда я очень сильно хочу закончить изделие тогда да тогда я могу поснимать в плохом освещении и выложить но когда у меня что-то не горит когда мне не нужно это делать срочно я в принципе могу это отложить и главное чтобы у меня было потом хорошее освещение ну и собственно утро и сейчас я буду вязать ну и как раз вчера вечером я нашла мастер-класс по примерно сумочки которые я хочу то есть из трех бабушкиных квадратов я перерыла весь пинтерс я не смогла это найти после чего я просто уже на английском забила просто ну то что сумочка из бабушкиных квадратов на английском вставила в браузер и видео нашла уже то что мне нужно у американской девушки и вот поэтому вот примерно такой квадратик у меня получается но я его буду перевязывать потому что он мне получился слишком тугой то есть вязка тугая а в такой сумочке наоборот вязка должна быть чуть-чуть распущенная не такая плотная как на этом квадрате потому что ну посмотрите сейчас я буду распускать и вязать по новой и кстати по поводу лубка я не знаю хватит ли мне этого еще я все еще не могу нарадоваться своей бандане косынке потому что я просто от нее в восторге и с процесса вязания этой банданы я все еще не выкладывал никуда видео кроме телеграм-канала я не удержалась просто у меня как бы она идет все постепенно в назначенное время в назначенный день недели поэтому пока что никто еще не видел эту бандану кроме моего телеграма если вы хотите все узнавать быстрее подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылку точнее ник я оставила в описании под видео а сейчас приступаю к моей сумочке а точнее для этого нужно сначала распустить квадрат квадрат я распустила и сейчас буду приступать к вязанию квадратика кстати вчера я вязала крючком номер по моему 5 до крючком номер пять сегодня я хочу попробовать крючком номер 7 или же взять крючок под номером 6 вот такой вот сейчас буду пробовать и смотреть еще хочу вам показать мои крючки которые я заказывала перед созданием магазина я заказал себе вот такие крючки почему я их заказала потому что низкая стоимость и мне нужен был крючок номер 12 только из-за него я заказала этот набор потому что на самом деле был недорогим и тут есть от по моему от 4 до 12 размер и как бы почему бы не заказать такой набор ведь тут есть почти все размеры крючков и самое главное мой 12 миллиметровый крючок который я очень сильно хотела для вязания сумочки из трикотажной пряжи из двух нитей а еще хочу с вами поделиться что недавно я заказала такой вот сантиметр до этого у меня был какой-то старый сантиметр которому было уже очень плохо я просто не могла найти нормального и двухстороннего а этот беленький такой красивенький и он двухсторонний как раз таки не такой и нужно было порцию снижалась тоже очень хорош забыла еще сказать про крючки у меня также есть обычные железные крючки они конечно у меня не всех размеров но как бы ими на самом деле пользоваться намного удобнее то есть они ничего не цепляют и когда допустим я вижу из такого крючка пластикового то у меня он очень сильно скрипит и как будто бы цепляется мне это не нравится и поэтому я использую вот эти вот крючки они у меня разные нет не из одного набора покупала их по отдельности и вот эти вот три крючка они очень старые то есть первый из моих крючков вообще которые есть а также не есть крючок номер три вот такой вот который я покупала в другом городе когда ездила по делам и думала что на обратном пути я куплю себе пряжу крючок и повяжу в машине но увы пряжу я нормальную не нуж не нашла которая не нужна была уже было поздно и все магазины закрывались поэтому все что я купила это крючок короче вот такие вот дела будут приступать к бабушкину квадратом для моей сумочки посмотрите какой красивый получается квадратик сейчас я вам растяну его вот так он выглядит красивый а клубка у меня всего осталось вот столько давайте сложим посмотрим как она будет выглядеть это получается нижняя часть и нам нужно еще связать два вот таких вот точно такие же только они будут вот в таком положении их нам еще нужно провязать две штуки я очень сильно огорчена сейчас расскажу чем в общем мне не хватает пряжи на мой третий бабушкин квадрат ну и соответственно на обвязку и ручку то есть вот я вижу последний ряд и как бы мне не хватает больше я не знаю что делать я могу поискать еще пряжу у меня в остатках день очень далеко но я не уверена то что я смогу ее найти поэтому даже не знаю что делать с вот этим пошла попробую найти пряжу будет круто если она у меня каким-то волшебным образом появится в общем так как я пожалел свои сумки не стала их распускать чтобы добыть пряжу для сумочки из бабушкиных квадратов я решила связать от лизе из бабушкиных квадратов почти точно такую же жилеточку как у меня будем с ней близняшками подружками вот поэтому сейчас я приступлю к этим квадратам и посмотрим что из этого вообще выйдет день-два дорогие мои вчера я довязала свои квадратики их получилось у меня 18 штук пока что я не знаю хватит ли мне такого количества но пока что так я убрала все нитки то есть вот так вот как бы у меня все убрано торчит немножко но это не будет видно в общем я полностью уже готовы мои квадратики которые сейчас я буду связывать знаю что из этого получится я так немножко примерила выложила как мне надо и так я хочу чтобы оно было и в принципе в принципе все забыла уточнить что буду я связывать тоже белой пряжей тем же цветом которым я связывала свои квадраты для своей жилетки мне не хватает квадратиков мне еще нужно два квадратика чтобы под подмышками все сошлось поэтому сейчас буду еще вязать два квадратика и прикреплять их вот сюда по сторонам и потом уже вот так вот красивенько скреплять поэтому сейчас я думаю то что я уберу все вот эти вот ниточки и еще раз вяжу два квадратика и прикреплю их точно так же довязала я прикрепила получается вот эти штучки как я уже говорила убрала все ниточки и вот такая вот штучка у меня получается я думаю насчет завязок или сделать завязки или же не делать она сюда пролезет если я сделаю завязки то будет очень долго на ней все завязывать и так далее пуговицы у меня к сожалению нету сейчас вот под рукой а если я не буду делать завязки в принципе она сюда может пролезть если не провели если не пролезет то я буду собственно распускать и делать завязки или идти за пуговицами сейчас я буду связывать вот эти вот части и в принципе готова пока я вижу я еще хотела рассказать одну такую небольшую новость которая тоже очень сильно радует но при этом я боюсь сейчас расскажу что за новость и собственно почему я боюсь пару дней назад мне написала девочка из авито то есть на авито я выкладываю также свои изделия мало ли но будут заказы так все я пришила первую штучку на мне нашла девочка на авито поблизости с моим городом и заказала у меня сумочку у меня заказывают не так много то есть у меня было пару заказов больше я занимаюсь блогом и теперь я расскажу почему я боюсь у меня присутствует небольшой страх того что я не оправдаю ожидания этой девочки и получится немного не то что она хотела да и в принципе какой-то внутренний страх что я продаю свои ручные вязаные работы это тоже так волнительно но на самом деле вот это очень приятно что у меня покупают что мне пишут комплименты что у тебя такие красивые сумочки что ты так красиво вяжешь но вот этих страхов никуда не деться они всегда будут были и есть надо в них идти я могла спокойно отказаться от этого заказа но тут даже дело не в деньгах я просто решила пойти вот в этот свой страх вот у меня еще один опыт первый заказ совета мне дался тоже очень волнительно но когда я отправила бенни шапку девочки она была просто в восторге столько приятных слов она не написала это просто жесть вот я была очень довольна и очень счастлива и тут вообще дело даже не в деньгах то есть понятное дело я вижу для себя но и для людей а тем временем у меня уже готова полностью вот такая вот жилеточка для лиски вот здесь вот получилось маловато то есть я бы сделала подлиннее но так как у меня тоже топик я подумала почему вы не ставите тоже топик мне пришла пряжа наконец-то это как раз таки пряжа с того заказа о котором я рассказывала вот буквально пару минут на назад рассказать немножко об этой пряжи первое самое главное я перепробовала несколько брендов трикотажной пряжи и это пряжа честно это не реклама но чисто от себя искренне я желаю вам покупать вот эту пряжу бисквит потому что она очень мягкая то есть она как бы трикотажная но ей очень приятно вязать и она как будто бы реально бисквит а также плюсом в каждой пряжи идет такое вот донышко из которых вы можете из которых вы можете связать а сейчас я ее буду распаковывать буду распаковывать в вертикальном формате но надеюсь что вам никак это не помешает потому что я просто хочу сделать еще видео распаковку пряжи не знаю почему но каждый клубок пряжи у меня вызывает такую бурю эмоций я просто когда вышла из магазина я была настолько счастлива это не передать словами посмотрите какой красивый цвет камера немножко неправильно его передает но вот он в общем вот шикарные три клубка из которых сегодня завтра и возможно послезавтра я буду взять сумочку такой большой и эмоциональный получается влог я в шоке я нахожусь в другом месте вот такая вот потрясающая сумочка у меня получается немного загнутые кончики внизу но это нормально я немножко потом ее прижму то есть делаю как она должна быть не должно быть все супер сейчас я буду приступать к ручкам и покажу вам что мне в итоге получилось чуть попозже вы просто посмотрите на это я еще не убрала маркеры и не обрезала не спрятала ниточку потому что я скинула девочки на согласование так скажем я в восторге просто она идеальная других слов у меня нет я дождалась ответа девочки и сейчас я буду завершать сумочку прекрасный заказчик сейчас я сниму все маркеры закончу вязание и спрячу ниточку мне настолько нравится эта сумка что я хочу себе такую же так приятно создавать что ты можешь такое вязать то есть ты можешь вязать все что угодно занимаясь тем чем хочу у меня такое осознание что блин я умею это делать я умею это делать своими руками хоть кривыми обрезала последний кончик сейчас вам покажу конечный результат и напишите в комментариях как вам может быть вам не нравится такая сумка может быть вообще принципе не нравится ничего допустим да или наоборот очень сильно нравится мне будет тоже очень интересно почитать посмотреть на ваше мнение что вы вообще не думаете не обращайте внимание на мои глаза почему-то у меня они очень сильно слезятся о чем я вам хотела сказать пару дней назад сумочка уже была отправлена девочки в назначенный город назначенный пункт выдачи и вчера она уже ее получила также я получила огромный приятный отзыв по поводу этой сумки я думаю на этом и закончим наш влог если вам понравилось видео ставьте пальцы вверх пишите в комментариях нравилось ли вам сумка и вообще в принципе влог и подписывайся на меня давай вязать вместе дальше больше